Дорожающие бриллианты Заработать на кошках может, как показывает практика, каждый. Способов обогатиться есть как минимум два. Для первого необходимо наличие кота примерно такой внешности – камера и интернет. Подобное сочетание поможет стать богаче примерно на 100 миллионов долларов всего за два года. Именно столько заработал сварливый кот. Второй способ вряд ли катапультирует вас на вершину списка «Форбс», но хлебом насущным и прочими радостями жизни обеспечит. Наши региональные корреспонденты провели оценочную экспертизу и выяснили, какой из четвероногих друзей побил рекорд рентабельности в этом году. Бенгалы, абиссины и мейн-куны. Выставка необычных пород кошек прошла в шахтерской столице. В этом году побороться за престижные титулы для своих питомцев приехали заводчики из всех регионов Казахстана, России и Киргизии. Абиссинский кот – шарик, новинка выставки. Ему всего один год, но он уже успел поучаствовать в кошачьих конкурсах в Украине и России. В Караганде у него дебют. Питомец такой породы с родословной будет стоить без малого 200 тысяч тенге. Ну, во-первых, у него шерсть, видите, мелкая шерсть, мало линяет эти животные. Эти очень такие, как, компактные, очень ласковые животные. Всегда рядом, всегда с вами, всегда ласковые. Родиной этой породы считаются Курильские острова. Оттуда в конце 20 века Курильский бобтейл был завезен на материнку. По-другому ее называют домашней рысью. Ужи с кисточками и не очень длинная шерсть. Однако отличительной чертой является маленький, будто заячий хвост. Кстати, бобтейл в переводе означает «куцый хвост». Этих животных привел к людям голод, говорят ученые. Дикие кошки охотились на мелких грызунов, которые, в свою очередь, питались зерном, выращиваемым людьми. Поэтому кошки обитали поблизости от человеческих селений. Священными животными кошки считались в Древнем Египте. Присутствие такого кота в доме говорило о богатстве и статусе хозяина. Подобные выставки организовывались и в древности. Тогда их показывали и менялись. Теперь на выставках кошек продают. У нас персы и экзоты с плоскими мордочками. Тоже хочу сказать, практически нигде нет такого количества, как у нас в Караганде. Ну, соответственно, британцы. Британцы – это уже классика жанра. Свыше 40 окрасов находится. Можно посмотреть. Тоже, согласитесь, это необычно и красиво. Лысики. Лысики тоже вызывают неоднозначно. Сейчас завезены не было у нас их. Сейчас появились канадские сфинксы. Кстати, канадский сфинкс, представленный на Карагандинской выставке, занимает восьмое место в списке самых дорогих кошек в мире. Элитные котята этой породы обойдутся покупателю от полутора до трех тысяч долларов. Несмотря на полное отсутствие шерсти, кошки этой породы спокойно относятся к воде и отлично переносят холод. Мир этих животных необычен, так что чествовать независимого члена семьи или своего пушистого друга в день кошек 1 марта надо обязательно. В этом году случился самый настоящий звездный бэби-бум. Мила Йовович, Кира Найтли, Натали Портман, Шакира, Ева Лангория и Кейт Миддлтон должны стать счастливыми матерями в конце 2014 или в начале 2015 года. Кстати, именно молодая монарша особой считается иконой стиля среди будущих мам. Это при том, что герцогиня Кембриджская одевается без помощи стилиста и с легкостью может надеть одну и ту же вещь дважды. Видимо, в мире беременных действуют какие-то свои особенные модные правила, разобраться в которых можно, посмотрев наш сюжет. Заметно округлившийся живот герцогини Кембриджской стал объектом пристального внимания публики во время недавнего визита королевской четы на голоконцерт в Лондоне. Кейт Миддлтон вышла в свет в вечернем кружевном платье в пол. Это вторая беременность Кэтрин. Молодая монарша особо не зря считается иконой стиля у будущих мам. Так думают и покупательницы магазина Moms the World в Лос-Анджелесе, владелица которого Сара Поллок стремится к тому, чтобы ее стильные клиентки оставались счастливыми. И она знает, как этого добиться. 50% вещей в ее магазине – одежда для беременных, а остальные 50% – одежда известных брендов. Только большого размера или вообще безразмерная. Элайни Белис 28 – это ее первая беременность. Женщина следит за тем, как одеваются звездные будущие мамочки, в том числе и герцогиня Кембриджская. Я считаю Кейт воплощением стиля и изящества. Я тоже к этому стремлюсь. Слежу за тем, что она надевает и как меняется по мере того, как срок увеличивается. Я думаю, что она делает все правильно. Во время беременности чувствуешь себя иначе. Для меня очень важно оставаться красивой и сексуальной, несмотря на то, что формы изменились. По словам дизайнера и стилиста Али Левин, Кейт Миддлтон сегодня вдохновляет очень многих женщин. Меня искренне удивляет в Кейт то, что, несмотря на свой статус принцессы, она не пытается всем своим видом это продемонстрировать. Она легко может собраться без помощи стилиста и не живет по принципу «одно платье дважды не надевать». Итак, в курсе каких модных трендов должны быть будущие мамы в этом сезоне? Первое и основное – кожаные леггинсы и лосины. Для роскошного вечернего образа беременным дамам следует отдать предпочтение кружевам. Еще, чтобы выглядеть модно, девушки в положении должны непременно одеваться в стиле колор-блокинг. Когда в одном ансамбле сочетаются два или три ярких цвета, которые в значительной мере противопоставляются друг другу. То, что мы рекомендуем – кружева пикабу, полоски, стречевые и кожаные леггинсы, модные и комфортные одновременно, вязанные свитера и платье в пол. В магазине под названием «Беллис» слово «функциональность» произносится чаще всего. Многие вещи, которые здесь продаются, можно использовать по-разному. Топы, не мешающие кормлению малыша, шарфы, созданные специально для тех случаев, когда кормить ребенка приходится в окружении людей. Нетоксичные цепочки на шею, надев которые, вы можете не бояться, что ваш ребенок потянет украшение в рот, потому что это совершенно не опасно. Аналитическая компания Ibis World Organization Industry подсчитала, что в США магазины для беременных приносят в экономику страны почти 2,5 миллиарда долларов. А через пять лет, прогнозируют эксперты, эта цифра увеличится на 2,8%. Не меньше этих цифр впечатляют и природные явления. Редкий погодный феномен привлек внимание посетителей Гранд-Каньона на минувшей неделе. То, что они увидели, напоминало море из плотных облаков. Синоптики говорят, что подобное случается здесь раз в несколько лет. Однако аналогичная аномалия была замечена и в прошлом году. Благодаря обильным дождям, объясняют специалисты, образовался туман, который в условиях каньона и безветрия может формировать подобные удивительные вещи. Цеплый воздух прижимает облака, и они не могут подняться вверх. Несмотря на все научные теории и объяснения, такой стелющийся туман напоминает о кисельных реках из детских сказок. Кто бы мог подумать, но наш роман с камнем длится не одно тысячелетие. И обнаружить его можно где угодно. В чужом городе, за пазухой и даже в почках. Есть определенное время разбрасывать камни, а потом наступает время собирать их. Желательно драгоценные, уникальные и в одном месте. Бриллианты точно не станут камнем преткновения на вашем пути. Они, скорее всего, создадут вам блестящее настроение при просмотре нашего сюжета. Израильская алмазная компания обнародовала единственное в своем роде ювелирное изделие, украшенное 11 редкими красными бриллиантами. По информации самого передового американского геммологического института, 90% всех розовых или красных алмазов добывается в шахте Аргел, что в Западной Австралии. Они настолько редки, что их точное количество в мире остается невыясненным. Как только мы закончили работу над созданием этого изделия, мы передали его тому, кто смог бы увидеть и оценить общую картину. Знатоком оказался бельгийский торговец с бриллиантами. Он сказал нам, что ювелирная вещица особенная. Тогда мы отправили крест в американский геммологический институт. Лучшие специалисты подтвердили мнение оценщика. В мире нет ничего подобного. Такие новости без политики на сегодня. Еще больше интересных историй, людей и событий в нашем следующем выпуске. Удачи вам и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин